Вызывает вздутие всё, кроме гречки. Гречка это наше всё, я за гречку, да. Дружище, тебе надо пойти купить кино, и будет у тебя в жизни всё от этого хорошо. Не надо тебе кино, сходи купи по лбу, и тогда точно жизнь засияет радужными цветами. Белый рис и какой-нибудь бурый рис. Отдавайте предпочтение бурому рису. Любой приём пищи желательно, чтобы он был... Мир вашему дому, на связи доктор Кармацкий. И неутихающие споры по поводу того, какая каша полезнее, какая крупа лучше. Диетологи постоянно бодаются друг с другом, не могут прийти к консенсусу. Нет вот этого, в этой больше этого, в этой этого. Сейчас мы коротко и ясно разберём основные каши, которые у нас в принципе есть и доступны, и сделаем соответствующие, правильные, логичные выводы. Как вы это любите. Каш на самом деле много, я выписал для вас сравнительный анализ. Поехали. Гречка. 350 калорий, 11 белков, 2 жиров, 74 углеводов. То есть у нас всегда будут белки, жиры, углеводы, чтобы каждый раз не называть. Запомнили, белки, жиры, углеводы. Рис. 344 килокалории, 6,1,79. Пшеничная каша. 329 килокалорий, 11,1,67. Пшённая. 342,11,366. Овсяная. 342,12,6,59. Перловая. 352,9,1,62. Ну вы скажете, отлично, эти все каши похожи. То есть видите, логика у всех этих каш, наших каш, которые мы все с вами едим, с детства ели. Бабушки, дедушки ели, все на этом выросли. У всех все хорошо. Ну как вы видите, у всех все одинаковое. Примерно вот от 330 до 350 килокалорий. От 6 до 11 грамм белка. От 1 до 3 жир. И от 66 до 79 углеводы. Как бы все одно и то же плюс-минус. И начинаются инсинуации по типу. А вот, да, это рис, гречка, пшёнка, перловка, ещё что-то там. Оно всё не то. Нужно переходить на более полезные каши. И спрашиваешь, на какие каши? Кино. Ну понятно, человек сидит где-нибудь в Перми. Вот, или, ладно там, в Перми, миллионный город. Сидит он где-нибудь в деревеньке на Алтае. Ты ему скажешь, дружище, тебе надо пойти купить кино. И будет у тебя в жизни всё от этого хорошо. Вот он где пойдёт покупать кино. Но даже если он его найдёт, этот кино. Вот у него кино. 368 килокалорий. Считай то же самое. 14 грамм белка. Вместо, например, 11 у обычной там пшеничной каши. Разница практически несущественная. 6 грамм жира, ну, чуть жирнее, да, там, а там 3 было. 64 углеводов. Ну, всё то же самое. Дальше. А вот про родитель всех каш, пшениц, там, того, сего. Это такая суперполезная полба. Не надо тебе кино, сходи, купи полбу. И тогда точно жизнь засияет радужными цветами. Полба. 338, 14, 2, 70. Ну, всё то же самое. Ну, да, чуть больше белка, там, чем в пшеничной. В пшеничной 11, а в полбе 14. Ну, вот, зашибись разница. Да, есть смысл в два раза после этого переплачивать, искать эту колбу, полбу, бегать за этой полбой? Да, конечно, нет, никакого нет смысла. То есть, в итоге, какую бы мы крупу ни взяли, у нас всегда одинаково 350 килокалорий, там, 10 грамм белка, 2 грамма жира и 70 грамм углеводов. Всё. Вот есть, допустим, смесь, там, какие-то хлопья, ещё что-то. Смысл один и тот же. Вот этот состав, белки, жиры, углеводы, у всех одинаковый. Что бросается в глаза? Ну, понятно, белков мало, это ладно. Первое, что бросается в глаза, очень мало жиров. То есть, во-первых, какую бы... Вывод номер один, да, давайте так. Вывод номер один, связанный с кашами. Какую бы вы кашу не ели? Без разницы, на самом деле, какую вы будете есть. Вот какая вам нравится по вкусу? Вот какую бы вы не ели, у вас в любом случае в этом приёме пищи будет дефицит по жирам. А жиры это важно. Из жиров состоит головной мозг, из жиров состоят оболочки клеток, связи между клетками. Из жиров состоят все ваши наши гормоны. Жиры важны для... Ну, короче говоря, жиры это важная штука. И в кашах их очень мало. Поэтому, вывод номер один, какую бы вы кашу не ели, в эту кашу обязательно добавляем что-то жирное. Что у нас жирное, ассоциирующееся с кашей? Конечно же, масло. Поэтому, вот этот недостаток каши, любой каши, перекрывается тем, что мы в кашу добавляем масло. Не надо думать, что каша без масла полезнее, чем каша с маслом, потому что она там легче переваривается, лучше усваивается, ещё что-то. Она бедная жирами, поэтому она не лучше. Да, во-первых. То есть, вы недополучаете жиры. А во-вторых, если каша бедна жирами, а они все бедны жирами, то они, эти каши, не обладают никаким желчегонным эффектом. А мы с вами помним, что желчегонный эффект это наше всё. Это работающий кишечник, всасывание жирорастворимых витаминов и, самое главное, уничтожение всей той живности, которую мы в себя проглатываем. Если нормальный отток желчи, то микроорганизмам и яйцам глистов очень сложно выживать. Поэтому помним, что любой приём пищи желательно, чтобы он был, обладал желчегонным эффектом. Кроме того, что он был бы сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Это мы должны принимать априори, что в любой приём пищи он уже изначально должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Но кроме этого он ещё и должен обладать желчегонным эффектом. Тогда всё будет отлично. Вот этот недостаток любой каши мы устраняем тем, что добавляем масло. Не любите вы сливочное? Добавьте растительное. Не любите вы ни сливочное, ни растительное? Добавьте тот жир, который вам нравится и который вам подходит. Вывод номер два. Чем более рафинированной является крупа... Ну, лидер по рафинированности это вот манка. Вот она. Вообще просто пыль. Её можно... Не знаю, в глаз, наверное, можно насыпать эту манку. И она даже через глаз всё равно... Слизистая умудрится её как-то всосать. То есть манка супер рафинированная штука. Так вот, чем более рафинированная крупа, тем меньше в ней клетчатки и пищевых волокон. А клетчатка и пищевые волокна обязательно нужны для того, чтобы формировалось нормальное по объёму количество пищевого комка и кишечного содержимого. То есть, условно говоря, если сидеть на одной только манке, то склонность к запорам будет гораздо выше, чем если сидеть на чём-то, что содержит в себе клетчатку, волокна. Поэтому из всех каш мы стараемся отдавать предпочтение тем кашам, которые наименее обработаны и содержат в своём составе какие-то волокна. Какие-то волокна и клетчатку. Например, если есть выбор и вам и то и то подходит, в принципе, по вкусу и по рациону, белый рис и какой-нибудь бурый рис, отдавайте предпочтение бурому рису. Манка или просто дроблёная пшеничная каша. Дроблёная пшеничная каша. Хлопья сделанные там из рафинированной какой-нибудь овсянки. Или овсяная крупа. Овсяная крупа. То есть, чем менее обработанная каша, тем лучше. Чем больше в ней волокон, тем лучше для вашего кишечника, для перистальтики, для работы, для регулярного стула и его опорожнения. Если по какой-то причине, ну не нравится вам бурый рис, там замучаешься его варить полчаса, я варил одно время, потом бросил. Ну не нравится вам зелёная гречка, поэтому вы едите обычную. Не нравится вам пшеничная крупа, поэтому вы едите манку. Да бог с ним. Помним, вывод номер один. Добавляем жиры. И вывод номер два. Если дефицит клетчатки, просто в этот приём пищи дополнительно добавляем источники клетчатки. То есть, к этой каше с маслом добавьте что-то. Кусок какого-нибудь овоща, содержащего клетчатку. Кусок какого-нибудь фрукта, содержащего клетчатку. Горсть каких-нибудь орехов. Или, если хотите, отруби. Многие добавляют отруби, и это хорошо, и это правильно. То есть, берёте любой источник растительных пищевых волокон, добавляете в кашу, и таким образом полностью перекрываете её недостаток в отсутствии пищевых волокон. И таким образом, манка уже из абсолютно бесполезной крупы превращается в желчегонную крупу, потому что мы добавили масло. В крупу, которая стимулирует перистальтику кишечника и даже содержит теперь какие-то витаминчики, потому что мы добавили отруби. Они содержат, например, хорошие дозировки витаминов группы В и так далее. То есть, этот вывод номер два, что мы добавляем клетчатку, он позволяет устранить у нас проблемы с отсутствием клетчатки. И вывод номер три. Чем более рафинированная крупа, тем меньше витаминов, микро- и макроэлементов в ней содержится, потому что само по себе зерно, оно неравномерное. Есть сердцевина зерна, есть оболочки. Так вот, вот в этих оболочках основная польза по витаминам, минералам, микро- и макроэлементам содержится именно в оболочках. Но оболочки надо жевать. Они не такие мягкие. Они же оболочки, они же защищают. Поэтому, чтобы было вкусненько, мягонько, нежненько, чтобы не попалась никакая волосиночка, кожурочка. Для современного жителя всё это обрабатывается, рафинируется, перетирается. В итоге мы получаем полностью рафинированную крупу без каких-либо оболочек, а значит в ней минимальный процент витаминов, микро- и макроэлементов. И ту табличку, которую вы можете найти и посмотреть, там такое-то содержание, того-то, того-то, того-то. Во-первых, его там всего может не быть, потому что крупу просто тупо перерафинировали, да, полностью лишена всех оболочек. А во-вторых, из года в год, из десятилетия в десятилетие, уже, наверное, из века в век, на одних и тех же полях выращиваются одни и те же культуры. Мало где соблюдается вот эта ротация, да, где что-то обновляется, севооборот какой-то происходит. Поэтому, если та же самая гречка, которая, в принципе, хорошая, гречка это наше всё, я за гречку, да. Но если она растёт из десятилетия в десятилетие на одних и тех же почвах, почвы имеют свойство истощаться. И поэтому, если, например, 40 лет назад эта гречка имела в своём составе и йод, и селен, и магний, и ещё много всего, то спустя 40 лет, там, полвека, она уже или ничего не содержит, или содержит по минимуму. Таким образом, мы подошли к выводу номер 3. Из-за того, что крупы выращиваются очень часто из десятилетия в десятилетие на одних и тех же почвах, почвы истощаются, плюс крупы очищаются, оболочек нет. Они в себе могут вообще ничего не содержать, кроме белков, жиров и углеводов. А нам нужны витаминчики, нужны минеральчики. Поэтому, чтобы компенсировать этот недостаток, вы либо отдаёте предпочтение, всегда стараетесь отдавать предпочтение крупам необработанным и крупам с оболочками, либо просто как я. Я не люблю бурый рис, например, он мне не нравится по вкусу. Если я готовлю плов, я готовлю из обычного белого риса, в котором практически кроме белков, жиров и углеводов особо ничего и не содержится. Но не беда, просто я вместе с этим пловом закидываю пару капсул каких-нибудь БАДов с витаминами, минералами и таким образом закрываю наш вывод номер три, что если каша или крупа или зерно не содержит витаминов, минералов, она абсолютно пустая, в ней только белки, жиры и углеводы, то мы это компенсируем БАДами, принимаемыми снаружи. Таким образом вы закрываете все существующие недостатки любой крупы. А значит, можете выбирать ту крупу, которая просто лично вам нравится по вкусу, это первое. И второе, очень важно, у многих людей на конкретную крупу, так же как и на конкретную еду, на конкретный продукт, на конкретный овощ или фрукт, организм может реагировать вздутием. Например, на овсянку вздутие есть, на манку вздутие нет. Или наоборот, манкой человека там в детстве запихивали в него эту манку, как в меня, например, в садике. Тебе приносят эту тарелку, она там, такой блин из этой манки, вот его можно вот так вот, наверное, отодрать, он клей какой-то, очень неприятный запах, все это я помню, мне не нравится. Поэтому, например, манка вздутие вызывает, потому что она ассоциируется с неперевариваемой ситуацией, а какая-нибудь пшенка вздутие не вызывает. Или наоборот, вызывает вздутие все, кроме гречки. То есть любые могут быть варианты. Поэтому выбираем кашу, крупу, не по принципу, вот это полезное, не полезное. Как вы убедились, они все примерно по полезности абсолютно одинаковые. Выбираем кашу и крупу по принципу. Нравится, не нравится, еда обязательно должна вызывать положительные эмоции. Я сейчас крупу практически вообще никакую не ем, ни каши, ничего. А лет до 30 я практически питался одними только. Гречками с чем-нибудь, рисом с чем-нибудь, овсянку. Утром овсянку я все это ел, и мне прям было вкусно, все хорошо. Я сидел на крупах, мне нравилось, самочувствие было отличное. Потом мне просто по вкусовым, я не знаю почему, расхотелось, не хочу, не нравится. Ушел с круп, уже давным-давно ничего не варю, не ем. И у меня все то же самое в жизни, все отлично, все хорошо. Но если вдруг захочется снова гречку, пожалуйста, снова съем гречку, никаких проблем с этим не будет. Так вот, выбираем по принципу вкуса, нравится, не нравится, нужно, чтобы нравилось. Второе, чтобы ваша крупа, которую вы выбрали, не вызывала лично у вас, конкретно в вашем случае, никакого вздутия. А все остальные те недостатки, которые мы перечислили, да, дефицит жиров, отсутствие желчегонного эффекта, добавляем масло. Дефицит клетчатки, добавляем клетчатку. И дефицит витаминов, добавляем какие-то БАДы, микро-макроэлементы, которые мы в принципе желательно бы должны, в принципе, как бы мы не питались, добавлять. Потому что мы в принципе с нашим рационным образом жизни склонны получать те или иные дефициты тех или иных веществ. Поэтому, если кто-то в будущем начнет вас убеждать, что вот ты ешь только пшеничную кашу или там какой-то хлеб, да хлеб, хлеб считай, та же самая каша, вот ты сидишь на хлебе, из-за этого у тебя все плохо, организм в тотальных дефицитах и так далее. Имейте в виду, что даже в обычной, самой, скажем так, примитивной пшеничной каше, пшеничной крупе, все, что нужно, в принципе, для выживания вашего организма, там все равно все это есть. Например, я одно время выращивал бражника, это такие красивые очень гусеницы в качестве кормовых объектов, ну понятно, что не для себя. Вот как они выглядят, красивые жирные гусеницы. Что они едят? По сути, это дробленая пшеничная каша с добавлением сахара. Казалось бы, должны быть постоянные тотальные дефициты, и как гусеница вообще на этом может вырасти? Поверьте мне, растет как на дрожжах, более того, химический состав этой гусеницы настолько крутой, что она просто считается практически лидером по кальцию. Многие считают, что где кальций? В молочке. Да вот, в обычной пшеничной крупе достаточное количество кальция, и гусеницы нам это дословно прям вот показывают. То есть, вот они, гусеницы, сидят себе, жируют, растут на пшеничной крупе, насыщаются кальцием. Все то же самое относится, например, к курицам. Если они там клюют какое-нибудь пшено или еще чего-то, да отлично они на этом пшене генерируют скорлупу, карбонат кальция создают и так далее. То есть, в принципе, для выживания в идеальных условиях, когда не надо супер чего-то ремонтировать, когда никакие органы не разваливаются, когда просто надо поддерживать свой организм, достаточно и обычных каш вообще без всего. Да, это факт. Но мы с вами не живем в идеальных условиях. Периодически мы ловим мощные стрессы, на это реагируют органы, воспаление, разрушение клеток, потом ремонт. Где-то словили стрессы, какие-то спазмы, желчь плохо оттекает. Поэтому все-таки стараемся все наши каши, которые мы так любим и уважаем, потому что щида, каша, как известно, пища наша, хлеб всему голова. Так вот это вот все хозяйство, что мы так сильно уважаем и на чем выросли наши предки, можно сделать еще более полезным, просто воспользовавшись моими рекомендациями. Это мой сайт karmatsky.com. Это сайт galiny.gkarmas.ru. На наших сайтах вы можете записаться на обучение, на живые семинары, ознакомиться с онлайн-курсами, а еще на наших сайтах много полезных статей по здоровью. Заходите, смотрите, вникайте. А еще у нас есть телеграм-канал, где мы с Галиной отвечаем на ваши вопросы, если что-то непонятно. Заходите, подписывайтесь и спрашивайте. Все новости, все акции, все скидки, все там, в телеграм-канале. А еще у нас есть интернет-магазин с полезными товарами для здоровья и полезными сувенирами. Лопатки для самомассажа живота, браслеты, кто молодец, анатомические футболки и много всего другого. Заходите и изучайте. В любом случае, едите вы каши, не едите вы каши, вы супер молодец, что досмотрели до конца. Я все равно вас люблю и уважаю, поэтому давайте нужно себя похвалить. Вы говорите, кто молодец, я молодец, а я вас в этом поддерживаю. Поехали 10 раз. Кто молодец, вы молодец. Кто молодец, вы умница. Кто молодец, вы супер-супер молодец, супер умница. Кто молодец. Продолжение следует...